Добрый день! В этом видео для Автору я расскажу, как правильно проверить ПТС перед покупкой поддержанного автомобиля. Что такое ПТС и когда его проверять? ПТС это основной документ автомобиля, который помогает ответить на два важных вопроса. Какая история у машины и кто ее продает? Сделайте так, чтобы ПТС оказался у вас на руках до осмотра машины. То есть сначала проверьте документы и только затем сам автомобиль. Поэтому заранее напомните продавцу взять навстречу ПТС и свой паспорт. На что смотреть в ПТС и в каком порядке? Первое. Владелец. Для начала убедитесь, что машину продает хозяин и что она стоит на учете. Попросите у владельца паспорт и сравните фамилию и имя с теми, которые указаны в ПТС. Если фамилия продавца там фигурирует, то перед вами владелец. Если есть отметки ГИБДД, то автомобиль стоит на учете. Не лишним будет проверить паспорт владельца на наличие отметок о недавнем разводе. Машина может быть предметом спора между бывшими супругами. Второе. ВИН-код. Сравните ВИН-код автомобиля с указанным в ПТС. Они должны совпадать. Заранее выясните, где у выбранной модели находится ВИН. Обычно это стойка водительской двери, лобовое стекло, моторный щиток, передняя чашка, что-нибудь такое. Третье. Характеристики. Проверьте корректность характеристик, указанных в объявлении. Нередко продавцы намеренно или случайно указывают неправильные данные, такие как год, объем двигателя, мощность и другие параметры. Например, двухлитровый Ford Focus 2009 года из объявления в жизни может оказаться на год старше и с мотором попроще. Четвертое. Оригинал или дубликат. Разберитесь, что перед вами. Оригинал ПТС или его дубликат. Для этого посмотрите строку наименования организации, выдавшей паспорт внизу первой страницы. Оригинал выдается заводам-изготовителям или таможней, а дубликат выдают в ГИБДД. Изготовитель выдает ПТС в том случае, если автомобиль собран в России, например, на заводах Автоваз, Автотор, Хёнде Моторс. Таможня выдает документ в случае, если машина ввезена из-за границы. Дубликат ПТС сопровождается особой отметкой и в редких случаях печатью на первой странице. В особой отметке обращайте внимание на дату выдачи предыдущего документа. Она должна совпадать с годом автомобиля, иначе перед вами дубликат дубликата. Пятое. Информация о владельцах. Изучите информацию о владельцах, имена, адреса, даты. На этом этапе часто возникают разногласия с рассказом продавца, поэтому проверьте первую запись в ПТС. Как правило, ее заполняет дилер или представительство. Важно узнать, ставился ли имя автомобиль на учет, то есть выдавались ли номера. Если да, то нередко это означает, что машина использовалась в корпоративном парке в качестве подменной или для тест-драйва. Также важно проверить номера СТС предыдущих владельцев, указанных в ПТС. Первые две цифры – это регион регистрации. Например, автомобиль может всю жизнь прожить на московских номерах, но при этом побывать во владении в различных регионах. Юридическое лицо в списке владельцев – это лишний повод насторожиться. Часто машины во владении фирмы ездят много, и их никто не жалеет. Но, увы, идеальный ПТС с одним физическим лицом в качестве собственника тоже не дает стопроцентной гарантии. Не забывайте, что сдача автомобиля в аренду в последние годы обрела существенные масштабы. К разговору о количестве владельцев. Есть определенный тип автомобилей, которые часто меняют хозяев. Например, по 3-4 за год, даже будучи совсем свежими. Обычно это дорогие и быстрые машины премиальных брендов. Например, Porsche, Audi или BMW. Кстати, один и тот же владелец может быть внесен в ПТС несколько раз. Например, при замене номерных знаков, СТС или при смене прописки. Шестое – особые отметки. Обратите внимание на особые отметки, которые располагаются в левом столбце каждой страницы. Их ставят в ГИБДД или на таможне, и каждая сопровождается подписью и печатью. Никакого единого реестра таких отметок нет. Вписывается то, что органы посчитают нужным. Важно внимательно изучить их список и взвесить для себя, насколько они критичны. Особое внимание уделяйте отметкам, связанным с вмешательством в ВИН-номер. Практически все они ведут к проблемам с постановкой на учет и дальнейшей продажи. Что делать, если перед вами дубликат ПТС? Дубликат ПТС может быть выдан по двум причинам, и обе будут отражены в особых отметках. Первая причина – утилизация. Владелец приезжает в ГИБДД, сдает свой ПТС и получает новый с особой отметкой взамен утилизированного. Чаще всего причиной становится отсутствие места. Чем старше машина, тем больше меняется владельцев. Замена ПТС может быть связана и с тем, что документы стрепался, порвался или пришел в негодность. В худшем случае ПТС меняют, чтобы скрыть информацию. Например, о работе в такси или пребывании в определенных регионах. Дубликат взамен утилизированного не так страшен. В любом ПТС рано или поздно закончится место. Тем не менее, важно обращать внимание на детали. Возраст автомобиля, город, наличие копии оригинального ПТС и время владения каждым из хозяев. Важный момент. С дубликатом ПТС часто могут возникнуть сложности при страховании автомобиля по КАСКО, так как страховые компании отказывают в оформлении полиса. Уточняйте этот момент у вашей страховой до покупки машины. Другая причина дубликата – утеря. Ее ставят, когда владелец приезжает в ГИБДД и заявляет, что ПТС утерян. Тогда в новом документе будет особая отметка – взамен утерянного. Важно понимать, что потерять ПТС непросто. Это документ, который лежит дома и в большинстве случаев используется всего дважды при покупке и продаже. Дубликат ПТС взамен утраченного – вещь опасная. Нередко машина с такими документами оказывается предметом имущественного спора, особенно если ПТС выдан недавно. Раньше дубликат мог указывать на машину, купленную в кредит, так как банки забирали оригинал при выдаче кредита. Но сейчас эта история уже не так актуальна. Кроме того, оригинал ПТС могут их просто продать и использовать в криминальных целях. Отсюда вывод – отказаться от автомобиля с утерянным ПТС. Что делать, если машину продает не владелец? Часто возникает ситуация, когда человек, который продает автомобиль, не фигурирует в ПТС. В таком случае у продавца должна быть действительная генеральная доверенность, выданная нотариусом. Другая ситуация, когда на руках у продавца есть договор купли-продажи, а в ПТС стоит подпись предыдущего собственника. В таком случае он сначала должен вписаться в ПТС, в идеале поставить машину на учет и только потом совершить сделку с вами. Если у продавца нет ни генеральной доверенности, ни договора купли-продажи с предыдущим собственником, то такой автомобиль покупать нельзя, несмотря ни на какие доводы продавца. Человек не имеет никакого отношения к машине. Покупая такой вариант, есть большой риск потерять деньги или лишиться автомобиля. Что делать, если автомобиль нравится, но ПТС смущает? Бывает и так, что машина вам нравится, но есть сомнения в ее юридической чистоте. Существует изящный способ решить проблему – попросите продавца сохранить номера. Эта несложная процедура обойдется в 3000 рублей, но с машиной будет совершено регистрационное действие, то есть вы будете знать, что автомобиль не в розыске, обременений нет, а ПТС настоящий. Увы, сверки ВИН-кода на площадке при этом не происходит, но риски в любом случае сводятся к минимуму. Главное попросите инспектора сделать отметку о сохранении номеров на полях. В этом случае лишней записи в ПТС не появится. Не затягивайте постановку на учет на свое имя. В идеале сделайте это в тот же день. Заключение. Итак, давайте подытожим. Проверяйте ПТС до осмотра автомобиля. Поймите, кто перед вами – владелец или нет. Сравните все, что указал продавец в объявлении и сказал по телефону с тем, что отмечено в ПТС. Выясните, оригинальный ли ПТС или дубликат. Проверьте особые отметки. Изучите предыдущих владельцев. Удачной сделки!